Пожарные расчеты, следственно-оперативная группа и психологи МЧС этим утром работали на месте крупного возгорания на правом берегу Новосибирска. Помощь специалистов понадобилась соседям и родным погорельцев из-за того, что на пепелище барака обнаружили тела четверых погибших и трое из них маленькие дети. Квартира в одноэтажном древянном бараке на декабристов, в котором ютились несколько семей, загорелась утром. Со слов соседей, в жилище как раз за час до этого затопили печь. Была угроза распространения огня по всему зданию. Плюс сильный мороз, задымление и толстый слой снега на крыше. Все это, конечно, осложняло тушение. Через 9 минут первые пожарно-спасательные подразделения были на месте. Было установлено, что в квартире номер 7, открытым огнем, говорят домашние вещи, огонь распространялся по кровле. На тушение данного пожара были привлечены силы и средства по рангу номер 1. В воду бесперебойные одновременно подавали с трех стволов, проложили магистральную линию от ближайшего пожарного гидранта, который, правда, находился довольно далеко от места ЧП. По предварительным подсчетам, площадь возгорания составила 100 квадратов. Разобрав обуглившиеся конструкции, на пепелище нашли тела погибших – матери и ее детей. Старшему было всего 7 лет, младшему и вовсе полтора годика. На место происшествия выехал руководитель регионального следственного управления Андрей Лилека, а также следователь и опытный следователь и криминалист следственного управления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе выясняются причины, приведшие к трагедии. Соседи говорят, эта семья перебралась в седьмую квартиру барака около двух лет назад. Назвать новых постояльцев благополучными никто не смог. Из-за череды алкогольных пьянок и драк частенько приходилось вызывать полицию. Но на нетрезвых родителей голодных детей, получается, смотрели сквозь пальцы. Хотя есть информация, что соцзащита сегодня планировала изъять малышей и не успела. Прокуратура проверит соблюдение законодательства пожарной безопасности о профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних охраны из жизни и здоровья, а также оценит достаточность принимаемых ответственными должностными лицами мер по обеспечению пожарной безопасности и профилактике пожаров. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Кроме того, в СК организовали доследственную проверку. Чиновников из Октябрьской администрации заподозрили в халатности и могут обвинить в бездействии, повлекшем тяжкие последствия. Практически до самого вечера на месте трагедии работали пожарные, дознаватели МЧС, психологи, следователи комитета и криминалисты. Территорию барака оцепили полицейские. Никто не мог попасть к зданию, пока тела погибших не увезли на экспертизу. О точных причинах случившегося данных пока нет. Но соседи погорельцев уже выдвинули свою версию. Накануне мать ребятишек разошлась с сожителем и начала бурно отмечать это событие. Елена Лыкова, Мария Никитина и Тарас Тарасов. Экстренный вызов.